Активисты возмущены задержаниями своих товарищей после акции в Горсаду. Они считают действия национальной полиции политическими репрессиями. Активисты требуют освободить из-под стражи задержанных. Сегодня они собрались на митинг у стен Главного управления национальной полиции Одесской области на Еврейской. Главные требования общественников – отставка начальника областной полиции и прокурора области. Основный сигнал сегодня який? Вимагаем отставки Дмитра Головина и Олега Жученко. Чому? Потому что саме эти люди, правоохранители, мающие в руках все инструменты для того, чтобы прекратить незаконную деятельность влади, прекратить расследовать преступления, притягать людей до ответственности, они этого не делают. Наоборот, выступают по-декуди адвокатами. Например, когда захопливали школьный аэродром, то полиция, по-перше, сприялась ему, по-друге, начальник полиции и его руководители заходили даже защищать публично этих людей, сказать, что это обычные будильники и никакого захопления не произошло. Хотя уже військовая прокуратура надала этому окремную оценку. Мы можем позвать сюда людей со всех Украины, чтобы они эту банду, которая здесь засела, чтобы просто оказали давление действительно и заставили власть в Киеве в первую очередь сделать какие-то политические выводы. Потому что мы все прекрасно сегодня понимаем, что Киев однозначно сегодня по-прежнему считает вот эту группу людей, которые здесь захватили власть, своими политическими союзниками. И я считаю, что для того, чтобы Одесса имела какое-то будущее как цивилизованный город, как город украинский, конечно же, надо делать какие-то политические выводы. Причем срочно. Одессе нужны выборы. Выборы как всей ветви исполнительной власти, так и другое качество правоохранительной системы. Кроме того, общественники выступали за освобождение находящегося в СИЗО Демьяна Ганула, а также за закрытие уголовных производств в его отношении и в отношении Сергея Стерненко, который только недавно вышел из следственного изолятора. Правоохранители подозревают активистов в организации беспорядков во время проведения акции в горсаду. Нема жодних представ, не было этих людей сьогодні выбирать им такий запобежний захід, как тримание под варто. Потому что має бути оборудованность подозрева и наявность ризики. Ни того, ни другого не было. Все спростовується и теми же материалами, которые надает правоохранительный орган, и теми видеозаписами, которые в заседании судового демонстрировались. В поддержку активистов выступили на очередной акцию здания областной прокуратуры. Со вчерашнего дня там разбит символический палаточный городок. Нагромождены шины. Желающие погреться, развели в бочках костры. Степан уже сутки дежурит на месте и уходить без выполненных требований не собирается. Отмечает, что акции носят исключительно мирный характер и проходят без каких-либо партийных обозначений. Это мирная акция, которая выражает ноту протеста против выкрадения наших братьев. Каждую годину кто-то освобождается от своих справ, считает важным подъехать, сообщить о своем информации, узнать о нас информации. Люди подъезжают, держат кнопку на старте, включают в кармане, купят по две пачки цигарок на тот случай, если тут нужно будет затриматься. Если вы пометили, тут нет никаких партийных закликов, никаких партийных прапоров. Тут собрались люди, и если некоторые из них, на самом деле, может быть в какой-то партии, то они это не выяснили, потому что тут не место политическим бейкам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.